Здравствуйте, дорогие друзья! С вами дядюшка Розе. Я знаю, вы так любите обзоры на персонажей. И вот человек согласился показать своего персонажа. Не знаю, почему другие стесняются, потому что там очень много персонажей, на которых нужно сделать обзоры. То есть классы. Это как танк. Пику, наверное, все ждут просто. Я не знаю, почему вам сложно зайти в группу дядюшки Розе, написать дядюшке Розе и сделать этот крутейший обзор на вас. Вы же знаете, эта игра не вечно. А вот канал дядюшки Розе будет жить вечно. Ну пока электромагнитный импульс не спалит серверы на ютубе. Ну а так будет жить вечно, да. Не пропусти свой момент. Хочу тебе сказать, пери что-то вкусненькое, чайок обязательно. Приятного просмотра. Всем привет. Привет, Розе. И всем остальным тоже привет. Меня зовут Николай. Я играю на персонажа Смиричка. Играю со старта. Мой родной сервер это Леона 2. Сейчас я на Леоне 1 в топсайде. Ну и в принципе сегодня расскажем, покажем все про моего персонажа. Что он из себя представляет и кем он является, грубо говоря. По истории вообще персонажа, где я играл, на каких серверах. На Леоне 2 я играл, в принципе, наверное, до первого трансфера. Играл в клане Хаусы. Кэллом был Смайл. И в принципе Розе как-то со мной тоже играл в клане. Поэтому мы раньше немного пересекались, но очень недолго. Вот, мы были там в оппозиции. Поэтому в принципе нам тяжко было. И мы на первом трансфере улетели на Барс 1. И примкнули к Альянсу Доминейшн на тот момент. Тоже где-то... Да, было весело. Да. В домиках тоже поиграли где-то один трансфер. И потом залетели на Зигу. На Зигу третью. И присоединились к фри-ту-плея. Вот, а в домике на тот момент улетели на Эрику. И потом там через время распались. Мы поиграли с фри-ту-плеями. Были на Зиге третьей. И, короче, попали под жесткий вар там с покемонами и киберспортом. Но тоже типа там было очень жестко. В дальнейшем в связи там с определенными ситуациями вышел вообще из Сайда. И через время там узнал, что собирается типа чисто украинский клан. Где будут там все парни, ребята, девчата с Украины. И в принципе подумал, что прикольно было бы туда вступить. Я перелетел к ним на Эрику. А потом с Эрики мы перелетели на Б5. И вступили в РР. Но мы там были на Б5 не прям как главный клан. Там Веритасы были. И мы, грубо говоря, как у них на подмоге были там. Боссов там помогали забирать. Когда у них там ночной онлайн проседал такое. Короче, на подхвате. Поиграли там один трансфер. И потом нам выделили Б3. Перелетели туда. И потом на Барцы. Прилетел Курение там с компанией. И типа заняли все Барцы. И мы такой тоже опять в жесткой оппозиции были. У нас высадилась Кучка-Могучка с Кузей. Вот. Тоже было хардово. Ну и вот как у нас, грубо говоря, первый такой серьезный вар начался. Так и весь украинский сайт посыпалось. Там осталось, грубо говоря, 2-3 пачки. Которые там могли нормально играть. У которых там драйвера были. И мы вот слились там с трех кланов, которые были на Б3. Поляки. Мы. И две пачки со Шпиллером были. Это с Б2 их выделили. И Шпиллер, типа, у нас нашим КЛом стал. Мы вот слились в один такой более-менее сильный клан. Который мог бы хоть как-то там с Кучкой там воевать. Ну и по сути, в ночной прайм, то мы нормально, в принципе, и боссов забирали и все. Дроп даже какой-то был. И что-то там раскидывалось. В принципе, нормально было. Потом с этими же товарищами мы полетели на Зигу. В принципе, там поиграли. И потом поняли, что с Шпиллером немного не по пути. И вот где-то три пачки, может, там четыре. С украинскими ребятами отделились вообще. И на ближайшем трансфере улетели на Леону Четвертую. У нас тогда клан назывался Зрада. Поиграли на Леоне Четвертой. К нам высадился Хигсон на голову. Их там было немного. Тоже там ребят восемь было. Ну, все типа топовые такие. Ну, и мы с ним заключили мировое соглашение. Поделили боссов там плюс-минус пополам. Может, даже там какие-то большая часть им ушла. Но факт в том, что мы могли нормально на сервере играть, забирать боссов. И, в принципе, как-то отхрючиться, отойти от этих варов уже. Потом поиграю на Леоне. Хорошо разнакомившись там с ребятами. И вот объединились в Last World. В принципе, вот это вот весь наш клан. Тут в Spirit тоже очень много ребят с Украины. Вот все, которые с приставкой UA. Там Кабасик тоже с Украины. Гетца вот эти все. Короче, Кацик. Тосик. Ну, очень много ребят. По теперешний момент играем тут. В принципе, уже второй трансфер пошел, как мы с этими ребятами. Все нормально, вроде четко. Кэл Вольта вообще максимально адекватный, максимально правильный. Ну, и ребята тоже прикольные. В принципе, интересно с ними играть. И по распреду там вообще никаких вопросов нет. Там всегда всем помогают. И система тут, в принципе, достаточно интересная. То есть от каждого персонажа берутся определенные статы, определенное количество фиол скиллов, фиол шмота, золотых скиллов. Вычисляется число, грубо говоря, там какой-то определенной схеме, формуле. Из этого формируется рейтинг. Разделяется на определенную группу. Больше дропа, кому меньше, кому... Ну, да, я это называю социальная пирамида. У кого выше буст, тому и все смоколыки, так сказать. Ты понял, там вот даже так получается. Я могу по статам быть больше, чем какой-то персонаж. Ну, у него, допустим, будет больше фиол скиллов или больше фиол вещей. И он может быть выше меня в таблице. И там, допустим, ну, за счет большего количества фиол скиллов и большего количества фиол шмота, они там выше в таблице. То есть такая формула. Ну, в принципе, нормальная. То есть я, несмотря на то, что я вот со своими там статами и всем этим нахожусь в лоу-группе, то мне, в принципе, ну, все время что-то там падает, что-то или в колу, или куда-то там, или там, допустим, что-то выпало, что мне прям нужно. То есть пишешь в запросах, и там между тем количеством запросов, которые есть, это разыгрывается или выдается на усмотрение КЛ. Все четко, прозрачно, без вообще каких-то лишних там моментов и всего такого. Наверное, за все время, что я играл, вот во всех сайдах, тут такая система, которая максимально интересная и правильная. А там кому как удобно. Главное, чтобы все устраивало. Ну да, в принципе, так и есть. Все устраивает. Это главное. И типа с ребятами в кайф играть. Все четко, в принципе. С чего мы начнем? Ну, я думаю, со шмота. Так, ну, по шмоту, на самом деле, я вообще, в принципе, недавно у меня там появились какие-то первые фиол вещи. Пушка уже давно была. Первые фиол вещи появились, вот как раз у меня был имперский, это я вытащил. С алхимией у меня было где-то 8 попыток. Я вытащил даггер, лоу даггер фиол. Отдал товарищу, с которым мы играли. А он пытался мне вытащить имперца. И по сути, он там с какой-то третьей попытки вытащил имперца и отдал. Подожди, это на тебя Тубер говорил, что ты там точишь мультиточки, просто красные кольца? Не-не-не-не-не. Это у нас там есть такой Ньюби. Он, короче, он все время у него затачивается. Он такой пруще, я даже не знаю. Вот, а так как-то сейчас тут и на сервере с точками тяжело. И вообще, я даже не помню, когда в последний раз что-то затачивалось на 5 из красных колец. Бежа сейчас 800, ну 900 ладно, 900, а точки по 400, ну это жесть. Да-да-да. Так, ну и потом после имперца у меня появился остров. Страп, я выкупил его у Шпиллера. И выкупил копье, и там был рерол, и я поменял с копья на Страп. И в принципе, это вот у меня долго-долго была одна только фиолетовая шмотка. Это пушка, это Страп. Потом, когда мы уже были на Лене первой, мне выдали вот такие перчаточки. Тут, кстати, такой прикольный ЛС. Слушай, вкусный. Это очень жирный ЛС. Ну и потом, вот как-то у меня точнулось кольцо, и выпал Сигиль. 5 не зашел, уже, по-моему, раз в третий он не зашел на 5. А проклятые точки сейчас тоже дурных денег стоят. Да, 600, 500, я смотрел, тоже есть там шмотки перетащить, то я жду телегу или что-то подешевле, чтобы взять. В роли в этом была гравитация и символ, в принципе, там то, что нам подходило, ну и выпал символ. Символ тоже нормально дал. Так, ну остальное все красное, типа шапка Терси. В принципе, тоже тут ЛС на 2 дефа. Короче, я везде, в принципе, старался. Либо же 2 дефа, либо же 2 снижения. Ну а там уже как получит. Вот, Кираса Лунной Души с первой святостью, тоже 2 дефа, 2 инта, там грузоподъемность, терпение, тоже на 2 дефа. Вот, Сапоги Лунной Души, 2 снижения, 2 ПРВ. В принципе, вот этих, пока я не попал в клан на Лео-1, вот этих лунных шмоток у меня вообще не было. И это все мне выдали в клане. Тут у меня была вообще Мантия Сабана, буквально недавно. И тут ботинки были Посланника, но тоже с топовым там ЛСом на 2 дефа, 2 снижения. Ну там за счет урона умений, конечно, поменяли. Ну, Плащ Лунной Души тоже выдали в клане. А до этого у меня были Крылья Селиха. Вот, рубашка седьмая. Что-то я пытаюсь больше заточить, пока они хрустят, вообще ломаются, просто как щепки. По Посоху, ну, в принципе, тут 25 урона от оружия. У меня была история с Имперцем. Я туда где-то Лесов, блин, под 60, наверное, блеснутых тыкнул. И все никак не мог ловить 25 урона от оружия. Жесть. Ну вот, ПВЕшная вот эта серьга на шесть, шесть сапрота. С блеснутыми ЛСами на бежу не так все просто. Поэтому словил на шесть сапротом от умений. Думаю, пусть будет, ничего страшного. В принципе, дефа и так хватает. На семь и еще и блеснутая. Тоже ЛС на два дефа. Это вообще я просто на стриме точнул. Две шестые у меня зашли сразу на семь. И я вот сделал блеснутую. Это стримил ровно где-то год назад. Плюс-минус в такой же час какие-то паки там открывал. Дальше МЖ. Тоже два дефа. Кольцо Сияние. Тут прикольный ЛС на увеличение урона от умений. Десять процентов. Потом печать Евы седьмая. Тоже на два дефа. Вот это блеснутая шестая. Только недавно блеснул. Была обычная шестая. Тоже два дефа. ЛС на восемь. Пояс привязанный. В принципе, тоже нормальный такой ЛС. Их больше не было, чтобы там как-то перекручивать на деф. Браслет Берсиерка шестой. Тут ЛС на два точности. И вот этот седьмой блеснутый. Вот тоже нормально так насыпает. Увеличение урона от умений. Тут тоже на восемь. Вот такая вот серьга. Тоже на семь. С каких-то паков я помню. С одних из самых первых, когда вот эти серьги появились. Я точнул серьгу дракона на семь. И там мне выпала красная карта Тарка. Это первая моя красная карта. И как раз в мой класс. И вот где-то тогда мне написал смайл и позвал в клан. По статам. Ну вот я сейчас без бафа, без танцев. 337 урона. 446 точности. Двойной. 133. 126 тройного. 359 процентов увеличения урона от умений. А, нет. Это 349 значит. По эликам. 49 у меня сейчас скравчено. Сколько влит овчара, если не секрет? Блин, честно говоря, я даже не могу сказать. Но периодически точно вливалось туда. И сейчас невозможно даже сосчитать. Давай так. Времени сколько ты уделяешь игре? На персонажа играем вдвоем. У меня вот драйвер еще есть. Потому что, в принципе, когда ты находишься в каком-то там топ-сайде, плюс еще работа, успевать на все какие-то события вообще Unreal. Потому что там Биора, там какие-то боссы, там какой-то Мадеус уже встает. Надо его забить. Поэтому я, наверное, на персонажа играю может 35% времени. А остальное на нем, наверное, драйвер сидит. Или остальное время в каком-то там АФК режиме, если он не может. Потому что на работе у меня не всегда вообще получается заниматься этим. О, по сигмам. Внутренние нельзя пробудить, да? Пока все не пробудишь, что ли? Или что? Да не, можно. Но, во-первых, там шанс 15%. И вот этих неполных ликсиров, типа туда 3 надо, сюда, допустим, 4, сюда 5, сюда вообще 6. То есть я иду поэтапно, то есть доделываем 50 элик, открываем вот эти две, и потом уже начинаем запарываться вот в эти всякие штуки. Ну, по сути, типа медленно, наверное. На 5 пробовал, не заточилось. Ну, в принципе, хорошо, что на 4 получилось. Угу, неплохо. Вот, тоже тут, когда на 4 точишь сопротивление оглушению, выдаю... А, это на 3 даже он появляется, сопротивление оглушению в руне мудрости. Выбивал, покупал их. Смотри, вот эту мы выбили с Модеуса, и мне выдали. А до этого у меня была синяя реликвия, я его тут же выбил, которая на Эмперии Ген. Вот такая книжечка, тоже выпала, но я перекинул на Драйвера ее. А мне, в принципе, по Эмперии Гену не надо, а у него там чар попроще, и он проседает. Только выбиваются эти реликвии. И падают они вообще очень редко, потому что сейчас и зеленые скупают, и белые, вот эти серые. Ну, они же в колы идут. Да. Как бы. Подвеска на 5 заточилась, ну, и ЛС такой барышный, там уже перекручивать будем, когда оно больше 7, наверное, будет. Сколько точек потратил? На самом деле не так много, но на 4 очень хорошо зашла. А вот на 5 раза с третьего, и на 6 тоже где-то уже 4. Ну, я с высшей вытянул 3 свиточка, а то кинул, ничего-то не зашло. Из 4 свитков сразу она залетела на 3. И потом, да, потом уже... Повезло. Вот 62 процента, белых 88. Основные колы, как бы там, защита, урон, резисты. Да, я закрывал основные колы, но тоже там не сказать, что прям супер все закрыто. Есть над чем работать. И, в принципе, даже каких-то... Даже сейчас есть какие-то легкие такие коллекции, которые там можно позакрывать. Ну, сейчас как бы в первую цель одну или две фил вещи намутить, чтобы сопротоглушение чуть побольше вырос. Героический год закрыто 16 только. Ну, и есть некоторые добавленные. И там, наверное, шмоток 4-5, которые надо переточить на 5. Потому что они не зашли. Но они просто... Точка дороже, чем шмотка стоит. Возможно, они там пойдут в какую-то алхимию. Если там колечко заточится. Которые донатные. Все закрыты. Там что, фил душу дают? Да, дают 100% фил душу. Карту на выбор красную давали на 81. Вот. Метеор, хаос, стигма. Нету гравитации. Ледяной шторм. О, вот это интересно. Ледяной шторм у тебя нормально бустанул? Он же... Да. Улучшает, да? Ну, ты сразу перепрыгиваешь на какой-то новый этаж той. Это точно. Потому что у тебя выживаемость и урон увеличивается конкретно. Вот. Ледяной шторм нормально бустану сыпал. Это сундук. С четвертого сундука. А, пятого нет еще? Да, пятый будет за 120 тысяч. Зеленых орденов. По сути, он где-то скоро уже должен быть. Ну и за пятый ты можешь вот эти вот брать. К ходу приморфа. Вот это искривление пространства. Понял? Ну, а ты что планируешь? Надо хотя бы 120 насобирать. Сейчас мы копим на второй золотой скилл. Сейчас 29 лямов. А второй золотой скилл у нас 50. Вот достоинство на мага второй будет. ХП очень, короче, увеличивает. То есть, маг такой жирненький становится. И увеличивает игнорирование, увеличение урона. Это пассивочки, да? Потому что я их золотых вообще не разбирался, не сотрел. Ну вот смотри, владычество это как бы пассивка, но которая вылетает массухой такой. Она вылетает постоянно, вот ее можно видеть. В качи добавляет владычество очень сильно. Поэтому, в принципе, его первый берешь. И потом достоинство там... Когда Рауль появится, да? Да, тогда уже можно разбираться, начинать. Ну вот за Дену и за монетки вот эти золотые для крафта скиллов. Это легкие. Да. И вот этот вот. И вот этот вот второй скилл тоже. С вот этим вот скиллом, конечно, там вообще жестко очень. Я не знаю, может кто-то уже и скрафтил, но это какие-то космонавты. Ну книжка одна от жреца есть на 5 дефа за 50 лямов этих. Тоже им недавно вообще взяли. По пассивкам, в принципе, тут все красные, кроме увеличения силы, увеличения ловкости. Улучшение оглушения, потому что оно мне, в принципе, не надо. И вот этих, которые не так давно вышли, их тоже нету. Золотых ни одного. В принципе, как выпал Рауль, ждал Рауля и ничего не пробуждал. Никаких ни красных, ни там фиолетовых, ничего-ничего не пробуждал. Рауль нам выпал вообще на фарте. У меня был только один трай на Рауля. И потом через время был купон. И с этого купона выпал Рауль. То есть, по сути, это халява вообще. А на следующий день, через, по-моему, 3 или 4 дня, тоже был купон. И оттуда выпадает Антарас. И я вообще завалил. Жирные паки по 800 карт, по 800 агатов. Я как раз начал все пробуждать. Почти все ушло на пробуды. Не хватает 11 карт. В принципе, все магии, арбы пробуждены. Не пробуждены, потому что у него вообще голимые коллекции. Тут тоже не особо. Но в этих надо будет потом закинуть. Все, что есть двойные, в принципе, пробуждены. Вот этот недопробужденный у нас. По красным нету вот этого рыцаря. Никак не падает вообще. В синих нету одной хранителя. Да, он не выпал. А вот красная из этого ивента выпала. Ну, там зеленый... Это он же с паком. Да, да, да. Я брал эти паки. Там был красный и синий. В синий не выпал, красный выпал. В принципе, у него тут не особо, ну, такие... Простенькие колы, на самом деле. Ну, все равно это лишним не бывает. Ну, точность весь урон. Так, по агатионам. Антарас на 3 пробужденный. То есть, на 3 пробужденный он вообще очень много и кол закрывает. И просто дает вообще несметная абсолютная точность. 3% сопрот оглушения, удержания 3%, накопление энергии, сопрот урону, сопрот умения, снижение 5, защиты 5, грузоподъемности 18 к опыту. Еще рыцарем бездны пробудил или кем? Рыцарем бездны, суцептором и акомонахом. Пытался что-то поменять на анаким, не получилось. Акомонахом вообще с первого раза пробудил на 3. Вот. В принципе, у акомонаха тоже неплохой скилл. И у суцептора тоже игнорирование сопротивления урону. Это можно там на пвпшке тоже одевать. Ну, вот нету вот этого ивентового. Азипара нету. И чудовищный тоже не падает. Агаты все на 2 пробужденные. И, в принципе, не так давно. Барфен вообще недавно упал. И Баюм тоже недавно упал. Когда упал, конечно, Баюм очень сильно закрывает. Это красные. Все пробужденные. Нету ивентовых. Ну, и которые там за какие-то всякие космические штуки делаются. А вот этого захватчика крафтим уже, я не знаю, или не захват... А, вот этого кровососущий дух. Он за камни, которые у торговца в разломе покупаются. В общем, не знаю, раз в 16 мы уже крафтим. Там 10% вообще не крафтится. Ну, мифических нету. Из фиолетовых только котик, репиро и селих. Репиро упал с паков, которые за 800. Селих упал с какого-то тоже пака, где последняя, типа, подавалась в фиол душа. Типа, сопутствующая покупка. Когда выкупаешься в паке. Вот одна на 6 пробуждена, вторим, четвертый. Очень много третьих. Это что, душа в душу тебе падала так часто? Так повезло, наверное. Во-первых, что душ этих много было. С вот этих паков за 800 у меня там тоже их много нападало. И я закрыл вот этого в 6 вообще. Вообще надо было не запаиваться и проще вот этих вторых сделать в третьих. Но я просто там сам начал там суету суетить и не спросил. Расскажи, как ты пробуждаешь? Как ты видишь? Ну, сначала надо всех сделать в третий уровень. Вот у меня не сделано 6 этих душ. А, у меня все красные. И надо все загнать в третий. И потом там смотреть по колам. Там вторим на 4 он закрывает нормальные колы. Вот эту, которая 900 дает. И потом, в принципе, тоже кто-то еще из душ Той на 4, если закрыть его, то он тоже дает. И потом там видно будет, в принципе. Ну, основная цель. Это вот, в принципе, с вот этими двумя четвертыми. Тоже неплохая кола. То есть параллельно ты и их закроешь, и еще эта кола закроется. В общем, изначальная цель, которая надойти, это все красные души на 3. В каком-то топ-сайде, где тебе распределяют души постоянно. И, в принципе, не покупаешь какие-то там паки с душами, то вообще это очень тяжело будет сделать. Да, без доната это вообще Unreal какой-то. Ну, ты душа в душу, да, пробуждаешь или как? Душа в душу и там котиками закрываю. И, если надо, могу и других душ подсыпать, чтобы закрыть коллекцию, если бы я посчитал, что мне вот эти очки нужны. То есть тут 100% накопление энергии, 2 хп дает, и, в принципе, бонус копы тут 10%. И вот уменьшение расхода энергии 5%. Ну, это вот, это души, ну, в хрючеве, когда там нет варов на сервере, нет никого на сервере, и когда тебе там только на какие-то межсерверные файты надо сходить, и все. Так бы, по сути, все бы вкидывалось в какую-то живучесть. В принципе, даже когда мы там перелетаем, вот когда летали на Адиль, на Эрику, забирать эту Адиль, босса из Пылающей Долины Дракона. Все перекидывалось в живучесть и в точность. Урон там оставляли, там, 15, например. Вот, чтобы, как бы, больше была твоя выживаемость, и там можно было в точность, там, аномалка, и все это увеличивается, и удержание нормально файтится. Так, атака, 19-я, защита, 11-я. С защитой я ничего не делал, но, в принципе, по статам защиты вполне хватает. 21-е увеличение урона. Ну, тут уже, понял, космические такие цифры идут. 14-я, точность 16-я, 14-я, аномалки, 4 точности. Тут точность ПВЕ, точность умения, абсолютная точность 3%. Держание 7. Нет, души шикарно дают, если прокачать, конечно. Да, да, да. Сопротивление, сопротивление тут не качалось. Вот, 12-е. Ну, как бы, вот на таком левеле очень важно, очень хорошо раскачать энергию, потому что тут Виталка просто улетает в небо. Достаточно большие проблемы с ней. Я, в принципе, стараюсь постоянно и на твинофармы ходить. Они там у нас по особому расписанию. В принципе, два клана в день мы стараемся фармить и раз в неделю выходной на твинофарме. Ну и плюс еще с замков альтами там скупаю итемы той, тоже их покупаю каждым альтом в той, скидываю на основного персонажа и их ломаю, и Виталочка вот эта привязанная. Соски десятые, атака 9-2. По печатям тут не прям сильно раскачано, не прям космос. 8-1. А, это 9-1. И 7-1. Сейчас кристаллы, в основном, все уходят на соски. Я качаюсь везде, в принципе, на золотых сосках. Будь то замок, будь то еще что-то. Везде качаюсь на золотых сосках, потому что с ними намного выгоднее и типа опыта намного больше идет. Но на них и расход идет нормальный. То есть, если чтобы держаться в каком-то топе, догонять всех вот этих киборгов, которые оторвались, вообще их невозможно догнать, что я себе рассказываю. Приходится на золотых сосках качаться. Где-то мы месяц уже назад основательно перешли только на золотые соски. По мастерке все плюс-минус нормальное, но вот шанс двойного урона 1%. Желательно бы поменять. Потому что тут место... Ну, тут или ловить 4, или урон от оружия 4, или что-то такое. Но 1 это очень мало. Пытался его переролить. У меня было 8к вот этих монет. Шанс двойного урона на 1. Опять же, на шанс двойного урона на 1. Вот. Вот этот, в принципе, тоже. Тут вместо МДРа лучше словить 3 снижения или 3 защиты. Ну, или бы неплохо было словить. От оглушения, в принципе, везде. Там со станом локации. И, в принципе, везде станет. Поэтому оглушение сейчас очень надо. Сейчас пока по пакам немного остановились. И хотим докупить вторую фиолетовую шмотку. В принципе, все равно, какая она будет. Но фишка в том, что вот когда эффект комплекта, тут уже когда 2 шмотки, еще 5% сопрота дает. 3 шмотки уже 10. То есть это, в принципе, один час из основных статов, за которым мы гонимся. Сопрота оглушением. Статам обычным. И точности и урону. Там чар может повыше даже стоять. Его там очень сильно станет. Поэтому кач там не особо профитный. Открыто 2 скилла. В атаке тоже открыто 2 скилла. И вот так вот открыто. В этой ветке... О, слушай, а второй скил? Вот все спрашивают за второй скил. Он в ПВЕ работает? За это не знаю. Если по противникам, то мне кажется, что это чисто в ПВП. Вот это хорошая ветка. Ну, тоже тут, чтобы, конечно, вот эти вещи закрывать. Тут прям очень много надо. Ну и 2 скилла. Тоже сейчас есть возможность открыть второй скил. Пока что-то попыток 6-7 было. Пока не открылся. Соски, в принципе, нормально прокачаны. Поэтому мы, в принципе, с ними и стоим с золотыми сосками. Тут тоже один скилл. Вот. Ну и вот так вот прокачано это все дело. Ну просто, ну ты коллекции карт, как за донат, ты нигде не соберешь. Никак. Вообще никак. Ну, видишь, тебе нормально прет. Еще вот такой миф ходит, что зависит от чара очень много. Ну, не знаю. Это вообще, по сути, это больше казино какое-то. Я не думаю, что тут есть что-то прет, не прет. Вот это уже у нас в голове. Тут, как во всех вот играх, грубо говоря, которые там делают, что компьютер уже заранее знает результат, который будет, пока ты еще не нажал. Это уже типа известно. Поэтому от удачи, грубо говоря, твоей мало что зависит. Есть шансы? Есть. Ну вот у меня из такого было... Я с квеста доставал краску два раза красную. А кто-то там даже синюю книжку не доставал, я думаю. Есть такие. Все, пока-пока. Спасибо, до связи. Да-да-да. Пока-пока.